Как по маслу говорим мы, когда хорошо, но когда сами масла полезны и вредны, об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник, врач Любовь Левченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Оливковое масло дороже других. Сколько нам его нужно? Смотрите, оливковое масло – это масло, которое очень хорошо для сердечно-сосудистой системы. Поэтому в связи с тем, что у нас риски сердечно-сосудистой очень высокие, то и внимания этому маслу уделяется много в связи с этим событием. Просто в оливковом масле есть такое вещество, оно называется фитостерол, его название. И вот именно это вещество способствует тому, что холестерин будет снижаться. И поэтому оливковому маслу уделяется такое огромное внимание. Потому что сердечно-сосудистые риски – это очень важно. И профилактика инфарктов, инсультов – это существенное значение. Кроме того, оливковое масло снижает риск тромбообразования. Поэтому это тоже немаловажный фактор. И вот в итоге того, что оливковое масло еще и можно жарить немного на нем, в нем вот этих не столько, сколько более насыщенных в подсолнечную. Если там 76, то здесь 10. Поэтому мы можем позволить себе немного, недолго, буквально чуть-чуть что-то поджарить или там запечь в духовке с оливковым маслом. И у нас не будет этих канцерогенов. Вот исходя из вот этих плюсов, очень хорошо для кожи, для желчи отделения. И оливковое масло тоже очень хорошо работает на желчный пузырь. Мы вот имеем его вот таким вот важным для нас. Сколько его употреблять? Его употреблять нужно в зависимости от того, сколько вы употребляете других масел. Если вы употребляете много подсолнечного и еще там ниное, то на долю оливкового останется уже остаток. Может быть ложка, может быть столовая, может десертная ложка, чтобы мы не перебирали в комплексе. Но если вы на данный момент жизни только оливковое масло используете и в кашу, и запекаете, и подогреваете, то полторы столовых ложки в день, две для мужчин будет достаточно. Как оливковое масло нужно употреблять? Для оливкового масла очень много есть способов употребления. Кто-то любит оливковое масло употреблять утром натощак для того, чтобы повысить аппетит, разбудить желудочно-кишечный тракт, сделать выброс желчи в желудок, способствовать аппетиту. Кто-то не любит, кто-то просто использует его в салаты, использует его в кашу, использует его для изготовления каких-то соусов овощных или соусов с мясом, допустим. Кто-то хочет просто пить одну ложечку на ночь. То есть все эти способы, они хороши, если у человека нет для этого никаких противопоказаний. На самом деле оливковое масло очень хорошо заживляет какие-то эрозии небольшие, способствует нормализации кислотности, поэтому мы можем его пить для того, чтобы приводить в порядок свой желудок, способствует хорошей работе желчного пузыря. Но опять же многое пить нельзя, потому что если выпить большое количество, поджелудочный, например, не любит очень много жира. И вы можете вызвать обострение панкреатита. Вы знаете, по поводу панкреатитов, очень часто человек имеет какое-то заболевание поджелудочное, но не знает об этом, он думает, что у него как бы диагноз ему не поставили, значит у него все хорошо. Но я, так как я смотрю в зебрюшную полость и всегда смотрю на состояние поджелудочное и на те жалобы спрашивают, то очень часто это поджелудочное беспокоит людей, и они не обращают на это внимания. Поэтому, прежде чем, как вы захотите оздоровиться, очиститься с помощью оливкового масла, нужно пройти какое-то минимальное обследование, сходить к семейному врачу и выяснить, нет ли у вас каких-то хронических заболеваний, потому что зачастую человек просто не знает об этом или не считает, что это заболевание у него есть. Поэтому, чтобы не обострить, нужно провериться. А во время обострений, когда у вас что-то заболело, то пить масло не нужно. Если у вас заболел правый бок, или в левом боку заболел, или здесь где-то заболел, я думаю, все, я сейчас буду очищу организм оливковым маслом. Так тоже делать не надо, потому что масла, они могут обострить имеющуюся вот, как бы, ту проблему, которая уже вылезла. Поэтому можно его пить уже тогда, когда у вас все будет хорошо. А в салат и в каше, пожалуйста, это, ну, как бы, оно сочетается белки, жиры, углеводы, они все вместе перемешаны, и не будет никакой проблемы. Масла же, они стабилизируют, как бы, нормализуют жировой обмен. Так же, вот, как омега-3, да. Омега-3 же тоже очень хороша при похудении. Вот. Оно и чувство сытости омега-3 дает. И стабилизирует, и нормализует жировой обмен. Поэтому, казалось бы, нонсенс какой-то, что вроде бы мы хотим похудеть, но при этом употребляем жир, да, и мы будем худеть. Но, тем не менее, это так. Потому что мы не будем пить стаканами, а мы будем принимать то количество, которое нам нужно. И это будет давать и чувство насыщения, и энергию клетки. Три правила. Первое. Оливковое масло можно принимать не более двух столовых ложек в день. Второе. Лучше употреблять его салатами и кашами. Третье. Горечь при знак хорошего оливкового масла. Мы продолжим разговор о полезности продукта в других передачах. Берегите себя.